Добрый день. Продолжим нашу беседу. Общая тема, которую мы избрали, это образ Пушкина в беседах, в пересечениях с судьбами его современников. И в качестве первого лица, которое бросает свет и неожиданный свет на образ Пушкина, и на которого Пушкин смотрит как-то специфически, был нами выбран император Александр Павлович. На прошлой лекции мы очень коротко, сжато, остановились в противоречиях его человеческой личности. На том, что историки, да еще и современники, называли загадкой Александра. И я старался не дать какой-нибудь новый и быстрый ответ. У меня его нету. И думаю, что ни у кого нету. Думаю, что он так и ушел от нас загадкой. Так его воспринимали по-разному. И Толстой, и другие проницательные современники, историки. И таким он, по сути дела, остается для нас. Но Александр нас интересовал не сам по себе, иначе пришлось бы слишком много и долго говорить о нем, а в его отношениях с Пушкиным. Отношения Александра и Пушкина были сложными. Хотя в целом, конечно, он, ну вот я бы так сказал, если говорить не о общих политических идеях, а о человеческом отношении, Пушкин был обижен на царя. Дело в том, что лицеисты, особенно лицеисты первого выпуска, а Пушкин был лицеистом первого выпуска, были как бы на положении людей, ну, если не совсем сыновей, то, по крайней мере, каким-то образом связанных со двором. Их взяли в лицеисты, когда лицеисты были окружены обещаниями. Их готовили к неопределенной, неясной, но предполагалось блестящей будущности. И дело даже не в этом. Царь их знал лично. И они знали царя лично. И отношения эти вначале напоминали какие-то, ну, отношения детей к очень взрослому, но все-таки не очень далекому человеку. Отношение царя к Пушкину в этот период. А Александр всех лицеистов, конечно, знал. Знал их на всю жизнь в лицо. Знал, следил за ними. И, кстати, в тех гонениях, которые потом Александр обрушил очень щедро на Пушкина, я думаю, была и некоторая обида. Царь считал, что лицеисты навсегда должны быть ему благодарны. Навсегда должны быть чем-то вроде его пажей. И то, что очень рано между Пушкиным и царем сложилось не только непонимание, а раздражение, очень важно отметить, что это было взаимное раздражение людей, которые оба считали, что с ними недостойно обращаются. Что они заслужили какого-то лучшего отношения. Первые пересечения судеб Пушкина и царя имели обычный характер столкновения лицеистов с придворным кругом. Лицей находился в царском селе во флигеле дворца. Не только постоянные встречи в парке, где лицеисты обязаны были с троем гулять, и кроме того, многократно гуляли не с троем. И где прохаживался царь, взяв под руку Карамзина. Встречи были, конечно, многократными. И они имели случайный характер. Как, например, однажды одна придворная дама, уже совсем не молодая, пожаловалась царю, что лицеисты совершенно выбились из рук. Нельзя пройти. Она шла по задней лестнице, и какой-то молодой человек кинулся ее целовать. Это был Пушкин. Александр выслушал это, а когда дама ушла, сказал, по-французски он сказал, но в переводе звучит так, что старая женщина, наверное, очень была плещена и обрадована ошибкой молодого человека. Это пустяки, но они как-то создают атмосферу. И с этим связаны и первые стихотворные отклики Пушкина. Есть ли заказная ода, которую читали по заказу Марии Федорны, матери Александра в ее дворце? Вряд ли выражала особые чувства Пушкина, но заказная ода, что ж, Державин писал заказные оды. Это была как бы дань поэтики XVIII века. И для такой поэтики не требовалось особенной искренности, а требовалось соблюдение некоторых принятых форм. Это было хорошее стихотворение. Стихотворение лицеиста вызвало одобрение при дворе. Но у Пушкина были в этот период совсем незаказные отклики, как-то связанные с придворным кругом. Так, например, он написал, мадригал любовнице Александра. «Прекрасное, пускай восторгом насладится в объятиях твоих российский полубог, что с участью твоей сравнится? Весь мир у ног его, здесь у твоих он ног». Обычный мадригал написан уже даже не детской рукой, твёрдой рукой. Но, опять-таки, особых индивидуальных чувств здесь, пожалуй, не следует искать. Отношение Пушкина к царю приобретает более глубокий и более личный характер в следующий период. Когда, окончив лицей, поэт оказывается в Петербурге и оказывается в том сложном мире формирующегося политического протеста, формирующихся раннедекабристских или преддекабристских настроений, где отношение к царю становится центральным пунктом. Поскольку отношение к власти в сознании декабристов не отделяется от отношения к носителю власти. И вопрос о политическом строе неизменно перерастает в вопрос об отношении к царю, носителю этой власти. И, с другой стороны, личные отношения к царю переливаются в общеполитические вопросы. Опять-таки, мы трудно проникнем в психологию этих людей, если будем в них видеть только идеи, вот то, что мы видим на книгах, на страницах. Надо иметь в виду, что если Пушкин лицеист, то его новые друзья – офицеры. И, как правило, офицеры гвардейских полков. И, как правило, офицеры гвардейских полков еще привели герованных Семеновского полка, Преображенского полка, Гусарских гвардейских полков. Это люди, которые связаны с дворцом очень тесно. Во-первых, гвардия – это как бы личное войско императора. Император всех знает. Конечно, офицеров. Но и старых солдат тоже. Всех знает по именам. Император вообще немножко этим гордится. И отчасти бравирует. Гвардейцев он, конечно, знает всех. И очень подробно. Но он любил показывать, что он и в армии всех офицеров знает. Так, например, известен эпизод, что уже почти в самом конце своей жизни, в 1924 году. И в городе, не в Петербурге, не в Москве, а в провинциальном городе Александр увидал, встретившую его толпу людей, и там была старушка, которая с большим каким-то энтузиазмом на него смотрела. Он… Это подлинный случай, он зафиксирован в мемуарах. Он узнал ее фамилию и кто она. Оказалось, что она мать погибшего на войне в 1912 году офицера. И император разыграл, будто бы он ее узнал. Подошел, сказал, что видеть мать столь доблестного офицера ему приятно, поцеловал ей ручку. Старушка была страшно смущена. Это была совсем небогатая помещица. У нее было-то 30 человек, крестьян. Но Александр любил разыграть такую сцену. И в гвардии ему не надо было даже играть. И гвардия постоянно и на учениях, и на парадах, и на бавах, и просто прогуливаясь по Невскому проспекту или по набережной Невы, постоянно встречала государя. Он не был чем-то, ну, какой-то восточной фигурой, которую можно, прожив всю жизнь, не увидать. И поэтому ненависть к нему приобретала личный характер. Оскорбления с его стороны не забывались не только политически, но и человечески. Так знаменитый декабрист Якубович, который потом, 14 декабря, так двусмысленно повел себя, а потом очень хорошо повел себя на каторге. Такой был страстный человек. Он любил эффекты, у него была ранка на лбу, и он носил такую картинную черную повязку. Хотя в повязке не было никакой надобности. Одна мемуаристка, маленькая девочка, в будущем знаменитый писатель, смотрела ему под повязку, там никакой дырки не было. Была ябка. Но он любил говорить, что он личный враг царя, и или же будет драться с ним на дуэли, или убьет его. Он не дрался на дуэли, это было, конечно, невозможно. Но вот я это рассказываю за тем, что отношения с царем были личными, не только политическими. И это очень окрашивало пушкинские отношения. Они сразу втянулись в общее русло декабристских идей. Ну, во-первых, нужно сказать, что я с неохотой вообще употребляю слово декабрист. Потому что слово декабрист означает участник восстания 14 декабря. Никто из декабристов до Сибири себя декабристами не называл. И никаких декабристов в 820, 21, 23, 24 годах не было и быть не могло. Еще не было декабря. Это первое. Они называли себя либералами, просвещенными, свободолюбивыми, любыми словами. Но слова декабрист не было. А не было слова, потому что это не было и такая построенная единая гвардия. Это легенда. Легенда подходит к Герцену, который говорил о воинах из чистой стали. Это герценовский взгляд. А потом уже в 30-е годы, отчасти в 20-е, особенно в 30-е годы нашего века, декабристы были очень подтянуты под норму представления о политической борьбе, которая возникла у историков этой эпохи. Ну, даже очень полезная работа милиции Васильевны Нечкиной, движение декабристов, два капитальных тома, все время как-то сбивается на краткий курс истории ВКПБ. И декабристы все время заняты тем, что выясняют пункты параграфов. И выясняют программы. Между тем, как еще в свое время декабрист Вунин, известный дуэлянт и франт, и эксцентрический человек, человек героической жизни и героической смерти, ну, раздраженного уже на каторге, я участвовал не в Тугенбунте, а в бунте. Декабристы, уж приходится пользоваться этим словом, хотя я прошу не забывать оговорки, декабристы были очень разные люди. И Пушкин оказался в этом кипящем кругу людей, очень отличающихся друг от друга, характерами, судьбами и взглядами. Члены тайных обществ, члены союза в богоденстве начали буквально осаждать царя проектами, конституционными планами, предложениями, письмами. Возникла целая литература. Было как бы два направления. Надо воспитывать царя, и одновременно надо воспитывать просвещенное дворянство. Надо воспитывать. А воспитывать надо через литературу. Не только через литературу, но в том числе. Союз богоденствия был довольно глух к эстетическим требованиям. И искусство ценил как такое педагогическое явление. Это тут было уже коренное отличие с Пушкиным. Для Пушкина в поэзии была цель, а для них средство. Но влияние на Пушкина было очень сильное. В первую очередь Николая Тургенева, Чадаева, и еще Федора Глинки и целого ряда других деятелей. Под влиянием союза в богоденстве Пушкин написал ряд сетворений. В частности, у Пушкина уже была написана деревня. Сетворение, резко осуждающее крепостное право, но представляющее уничтожение крепостного права, как правительственный акт. Увижу я, друзья, народ неугнетенный, и рабство падшее по манию царя. По манию царя, то есть по указанию, по желанию, по воле царя. Между тем, слава Пушкина распространялась. И Александр однажды выразил желание познакомиться со стихами своего лицеиста. И тогда через друзей Пушкина для декабристов решающую роль сыграл Чадаев. Деревня была передана Александру. Александр ознакомился с ней и остался очень довольным. Он не увидел для правительства опасного в резких картинах крепостного права. Помните, там, рабство дикое, без чувства, без закона, присвоивая себе насильственной браздой, и труд, и время земледельца. Это царя нисколько не испугало. Даже более того, он посчитал, что стихотворение находится в русле прогрессивных идей, а он был прогрессист. И выразил Пушкину свое одобрение. Но более важным были стихотворения, которые Пушкин писал для того, чтобы воздействовать на читателя. И в Тургеневском кругу, под влиянием Союза Благоденствия, и лично под влиянием Николая Тургенева, стихотворение было начато на квартире у Николая Тургенева, через окно виделся дворец Павла, покинутый уже, и пустой в это время, пустовавший. Пушкину была задана тема Павел I. Так зародилась Ода Вольность. Ода Вольность тоже попала в руки Александру. Отношение здесь уже было более сложным. Во-первых, Александр получил Оду Вольность вместе с доносом на Пушкина. Уже это задавало определенное отношение. Во-вторых, в Оде Вольность, которая в общем, как другие стихотворения в русле Союза Благоденствия, никаких особо революционных идей в Сибири не содержала. Идеи конституционные, которые вполне могли бы вызвать одобрение Александра. «Владыки, вам венец и трон, дает закон, а не природа, стоите выше вы народа, но вечный высший в вас закон». Это, может быть, не было официальным. Это была идея Союза Благоденствия. Но это не было чем-то запрещенным. В пределах подобных идей вполне можно было высказывать мысли, тем более в стихах. Но в Оде Вольность была сомнительная часть. Сомнительная с императорской точки зрения. Дело в том, что, как мы говорили в прошлый раз, Александр хотел он этого, не хотел, был вовлечен в убийство своего отца. И тема эта была темой абсолютно запретной. Касаться гибели Павла вообще было невозможно. Между тем, Пушкин этой темой коснулся. Он не обвинил Александра. Да, Александра и нельзя было обвинить как преступника, как соучастника. Но он и этого прямо не сделал. Но само упоминание смерти, убийства Павла, и тут убийцы в батальоны, на лицах дерзость, в сердце страх, и потом неясные стихи, которые так для нас и темноваты. «Самовластительный, злодей тебя, твой род, я ненавижу». Это, конечно, риторика. И я думаю, что Пушкин тут вообще не имел в виду реального политического лица. По одной версии, это Наполеон. Ну, там же такая строчка. «Твою погибель, смерть детей». Свирепая радостью, я вижу, у Наполеона не было законных детей, был один только сын. Нет, это риторика. Но риторика, которая дошла до какого-то опасного края. Опасного неожиданными намеками, которые можно было истолковать, как намеки на Александра. Вообще, в воде вольность непосредственная патетика была сильнее, чем реальные политические рифмованные идеи. По рифмованным идеям довольно умеренное стихотворение. Но политический пафос, который перехлёстывал в политическую программу, привёл к тому, что у читателя стихотворение звучало как очень возбуждающее революционное настроение. Но Пушкин был вовлечён в разные декабристские оттенки идей, которые так или иначе его подводили к отношениям к императору. Так, например, он сблизился с Фёдором Глинкой. Фёдор Глинка поэт, полковник гвардии, был человечек очень маленького роста, но очень смелый офицер. Он был увешан орденами от подбородка до колен, и его называли таким маленьким иконостасиком. Он был смел и очень гражданственен. Все Глинки были благородны, как древние римляне. Они были бедны. Мы наивно думаем, что если гвардии, полковник и ещё знаком с и с царём, и с великими князьями, то значит он уж прямо как сыр в масле катается. Глинки были бедны. Вся семья была очень бедная. Это были очень бедные смолянские помещики. И они все были римляне. Строгие, гражданственные. Тот же Глинка, о котором мы сейчас говорим, а он был филантроп и отдавал деньги нуждающимся, больным, актёров, поэтов подкреплял, а сам накрывался шинелью, потому что у него не было одеяло. Он тратил деньги на филантропию. Но кроме того, он был и политический заговорщик. Тоже особый. Он был очень умеренный. Он никогда не голосовал за республику. Был сторонником ограниченной конституционной монархии. Но суд показал, что разница между громкими фразами в дружеском кругу и политической выдержкой. Очень умеренный Фёдор Глинка, правда, повторяю, смелый офицер, наследствие держался блистательно. И сумел никого не поставив под удар себя настолько обелить. Вся его развернутая тайная деятельность осталась тайной для следствия. И он единственный был так мало наказан, что он был не на каторгу, а сослан Петрозаводскому. и оставлен там на службу. Это было очень маленькое наказание, особенно при том большом значении, которое он имел в тайном обществе. В эту пору он задумал такую вещь. Александра с трона свести и на трон посадить его жену. Жена его Елизавета пользовалась в декабристских кругах симпатиями. Князь Вяземский специально перевел свою очень бунтарскую воду на французский язык и поднес ей, говоря, пусть она знает, что делается в этой России управляемой с почтовой коляске. Александр уже, как в прошлый раз мы говорили, носился с места на место, ему было неспокойно. Федор Глинка задумал политическое святворение, которое должно прославить императрицу, ибо после восстания будет управлять регент, назначенный тайным обществом, само общество возьмет власть в свои руки, и либеральная императрица будет как английская королева. Такой план был. И вот Пушкин написал святворение, которое часто цитируется. Из него вырываются строчки, например, «И неподкупный голос мой был эхо русского народа». Вот это очень часто. Но в контексте или же такая строчка «Я не рожден царей забавить стыдливой лирую своей». Но в контексте это звучит иначе. А звучит оно так. «На лире гордой благородной земных царей я не хвалил и власти в славу». Вот пропускаю. «Вот я не рожден хвалить царей. Свободу лишь привыкнув славить, душою жертвуя лишь ей, я не рожден царей забавить стыдливой лирую своей». Ну, прекрасно. Прямо для учебника. Но дальше идет следующее. Но признаюсь, «Под геликоном, где Кастолийский ключ шумел, я вдохновенный Аполоном Елизавету втайне пел. Любовь и тайная свобода внушили сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхо русского народа». Значит, смысл такой. Я не рожден царей забавить и никогда не пел стихов царям, но Елизавету я прославил. И свобода мне внушила этот гимн, и мой голос – это голос всего народа. Между прочим, выражение «тайная свобода» применительно к Пушкину и из Пушкина потом стало любимым выражением Александра Блока. Помните, «Пушкин тайную свободу пели мы во след тебе». Вот, «Тайная свобода». А между тем атмосфера все более накалялась. И отношение Пушкина к царю не только становилось более резким, но эта резость получала как бы соединяла политическую остроту и личную неприязнь. Как мы увидим дальше, для личной неприязни причины не заставили себя ждать. Пушкин написал несколько эпиграмм. Эпиграмма – традиционный жанр короткого, насмешливого, осудительного стихотворения, жанр очень распространенный. В этот период получил изменения. До сих пор, до приблизительно до 18-го, 20-го годов господство литературной эпиграммы. Теперь все больше начала выдвигаться политическая эпиграмма. И здесь конечно первым голосом был Пушкин. Именно он изменил этот жанр. Эпиграмма была опасным ударом для правительства. Дело в том, что она, политическая эпиграмма, не предназначалась для печати. А в России уже была традиция, что то, что не для печати, то особенно интересно. Пушкин писал в послании цензору Барков, это был такой в 18-м веке очень неприличный поэт, Барков шутливых от к тебе не посылал, Радищев рабство враг цензуры избежал, и Пушкина стихи в печати не бывали, что нужды. Их и так иные прочитали. Борис Викторович Томашевский думал, что тут дядя Пушкина имеется в виду, Василий Львович Пушкин. Я думаю, что он не прав. Я думаю, что Пушкин здесь говорит о себе. И Пушкина стихи в печати не бывали. Здесь опять он начал пересекаться с Александром. Здесь появился ряд эпиграмм и принесшее Пушкину славу особую стихотворение «Ноэль». «Ноэль» это особый жанр французской поэзии, стихотворений, которые исполнялись на рожество. Это специальный жанр рождественский и имели отчетливый сюжет. Некие лица, которых осмеивали, изображались как люди, которые пришли на рожество поздравлять родившегося Христа. А он им говорит, младенец им говорит какие-нибудь насмешливые слова. Ноэли такие были, и там высмеивались разные вельможи. Это был злой жанр и очень популярный. Пушкинский Ноэль имел одного героя Александра. И он был действительно злым. Говорилось о том, что Мария приносит Христа, и к ней является Александр и говорит о том, что узнает народ российский, что знает целый мир, что прусский и австрийский я сшил себе мундир, радуйся народ, я сыт, здоров и тучен, меня газетчик прославлял, я ел и пил и обещал и делом не измучен. После этого царь давал ряд либеральных обещаний, затем следовало от радости в постели запрыгало дитя, то есть Христос, неужто в самом деле, неужто не шутя, а мать ему бай-бай, закрой свои ты глазки, пора уснуть бы наконец, послушавши, как царь-отец рассказывает сказки. Это было очень злое стеотворение и уже совершенно выходящее за границу дозволенного. С этого момента отношения Пушкина и Александра приняли характер непримиримой вражды. Особенно это обострилось в связи с тем, что на Пушкина все время к Александру шли доносы. Определенные доносы шли из Петербурга, а затем отношения очень ухудшились, когда Пушкин на юге оказался у либерального вельможи Воронцова. Но до Воронцова еще в этой истории было несколько эпизодов. На юге Пушкин оказался в другой среде. и самой южной ссылке предшествовало событие, которое наложило на политическое сознание Пушкина тяжелый отпечаток. Известный человек той поры, известный в прямом смысле слова, он как герой фигурирует и в горе от ума Грибоедова. Помните там строчки «В Камчатку сосл он был, вернулся Алиутом и сильно на руку нечист да умный человек, человек не может не быть футом». Это был толстой американец. Американцем его называли потому что будучи вместе с морской экспедиции отправлен в Тихий океан он там повел себя так что капитан вынужден был высадить его по слухам которые он сам про себя распространял на необитаемый берег это кажется не так было он сам про себя распускал такие слухи что на этом острове жила только обезьяна что она в него влюбилась что он с ней жил как с женой а потом ее съел вот такого рода рассказы он распространял про себя а потом когда он прошел пешком через всю Сибирь с баловайкой в руках и появился в просто народном платье в Петербурге и получил прозвище Толстого американца его родственник Лев Николаевич Толстой называл его удивительно привлекательный преступный тип этот удивительно привлекательный и действительно преступный человек дуэлянт который убил на дуэлях около 20 человек а потом он женился он женился на цыганке и он мог после нескольких дней пьянства поставить ее на стол и из двух рук двумя пистолетами не целясь в прострелите два каблука он был знаменитый бретер и стрелял паразитно вот этот человек посчитал своим удовольствием своей забавой распространить про Пушкина позорные слухи он пустил слух что Пушкина который был в ссылке а Пушкин гордился тем что он в ссылке что его до этого в полиции тайно выпороли это было ужасно мы не можем себе представить что значил такой слух после этого можно было только покончить с собой или же убить этого человека который говорит на дуэли так на дуэли без дуэли так без дуэли так жить нельзя оскорбленный человек не может жить нам надо переместиться в психологию для нас довольно может быть далекую мы думаем что дуэль это драка и что что там можно сделать ну больно будет ну по морде дадут нет дуэль это испытание чести и честь гораздо важнее чем жизнь жизнь дело не столь уж важное ну что же все же молодые люди на войне и все на дуэлях а бесчестие выбрасывает человека из жизни он все изгой он кончен его нет ему не только не подают руки от него не примут даже пули его нет это было это было ужасно и Пушкин действительно был в отчаянном положении драться стал он не мог он должен был отправляться в ссылку да и Толстого не было пока Пушкин был в Петербурге Пушкин мировопрочем потом долгие годы готовился к дуэли с Толстым и завел себе железную палку чтобы рука развилась не дрожала и каждое утро начинал день с того чтобы в подвале в Михайловском стрелять в бубнового туза а потом Толстой когда Пушкин женился держал над его головой венец потому что Толстой был человек поразительный талантливый блестящий развратный он сумел с Пушкиным помириться но это произошло гораздо позже сейчас они крайне враги и Пушкин в отчаянии и Пушкин был бы в отчаянии если бы тут не нашелся человек который протянул ему руку это был Петр Яковлевич Чадаев замечательный человек политический деятель Чадаев внушил Пушкину гордость и говорил что на внушил что на оскорбление подлого человека надо отвечать в презрении и Пушкин в послании к Чадаеву писал уж ропот клеветы не мог меня унизить умел я презирать умея ненавидеть правда отвечал и очень резко что мне были слова философа который в прежнее лето развратом изумил четыре части света но днесь исправился загладил свой позор отвыкнул от вина и стал картежный вор в этот период отношения Пушкина с Александром приобрели новый смысл в отношениях Пушкина с Чадаевым есть некая странная нота из которой можно заключить что Пушкин с Чадаевым вместе обсуждали в этот период план убийства царя Чадаев только краем примыкал к движению декабристов он был слишком индивидуалистом но такой план был по крайней мере позже очень рассорившись с отцом и когда уже он был в Михайловском ссылке и желая чтобы его как писал Пушкин хоть в крепость из Михайловского убрали Пушкин написал царю страшное письмо которое он к счастью не отправил он там перечислял свое отчаяние по поводу клеветы и дальше писал по-французски я хотел убить себя убить и дальше идет большое В фотор мажисты ваше величество Пушкин в письме царю писал о том что был момент когда он под влиянием отчаяния из-за распространенной клеветы хотел себя оправдать перед миром как древний римлянин совершив великий подвиг это кстати может быть проливая для нас свет на некоторые загадочные строчки послания к Чаадаеву потому что там вот сказано и на бломках самовласти напишут наши имена а почему в этот в этом году должны написать если будет великое изменение в жизни России напишут имя Пушкина а что Пушкин сделал написал Руслана и Людмилу ну скоро будет отпечатан кавказский пленник вот и все это же не историческое событие Пушкин еще никому неизвест Чаадаев герой а Пушкин что почему потомки будут его помнить здесь явно есть какой-то для нас не очень понятный текст но на этом история Пушкина царем не кончилась он написал шуточное но очень злое произведение воображаемый разговор с Александром Первым который кончался тем что тут поэт Пушкин разгорячится и наговорит много запрещенных вещей а я это писано от лица царя обижусь и сошлю его в Сибирь где он напишет поэму Ермак или Кучу отношение Пушкина с царем оставались сложными смерть Александра Пушкин как он сам считал предсказал в стетворении Андрей Шинье и все же в двух из ходных стетворениях он добавил другую ноту так в Михайловском в стетворении к лицеистам бросает лес багряный свой узор Пушкин писал и еще еще и сердцем возгоря опять до дна до капли выпивайте но за кого ж о друге угадайте ура наш царь так выпьем за царя но после этого шли замечательные слова которые показывали что можно выпить за царя и быть свободным человеком дальше идет он человек царь человек он человек и властвует мгновенья он раб молвы неверия страстей простим ему неправые гонения он взял Париж он основал лицей это не царь должен простить Пушкина а Пушкин простит царя простим ему неправые гонения и эту высокую оценку Пушкин повторил уже в одном из последних своих всех творений вы помните как наш Агамемнон из Агамемнон это царь царей в Илеаде Гомера как наш Агамемнон из пленного Парижа к нам явился и дальше народов друг спаситель их свободы эти два лица Александра и еще третье о котором мы в прошлый раз говорили доброго жалкого человека каким он является в медном всаднике были как бы попытками Пушкина поставить к многим лицам Александра много зеркал так отразился облик царя в поэзии Пушкина Благодарю за внимание Субтитры